Эта тетрадка сначала четверти, но он ничего не делает на русском языке. Полупустые тетради больше исписаны красной ручкой, а не Денисом. По итогам четверти у пятиклассника почти одни тройки и двойки. Для мальчика каждое задание дается с трудом. Фитофторы. И нас уходит по полдня просто уговорить его сесть и позаниматься. У него сразу спазм такой происходит, как это, школьный стресс, что ли, там написали. У него голова начинает болеть, он напишет несколько слов, он ложится. В феврале мальчику диагностировали дислексию и дисграфию. Это значит, он с трудом может читать и писать. По заключению медиков Денис обучаем, но индивидуально по специальной программе. По словам мамы, директор эту программу так и не смог пообещать. Она сказала, что мы программу написать не можем, это очень сложно, это задача непосильная для нас, будет ходить, продолжать школу так же, как и ходил. Пожалуйста, выйдите из школы. Должны были поставить в известность о том, что я не выталкиваю. А это уже реакция представителей школы. Руководство сначала не решилось рассказать, как они будут обучать Дениса, но изменения после каникул все же начнутся. Ребенка приводят в школу, к конкретному учителю, к конкретному времени, когда у учителя есть свободное время. Учитель работает по конкретной теме. Сегодня действительно надо думать о том, чтобы ребенок приобщался к трудовой деятельности, то, что ему вполне, у него моторные функции работают. Тогда как лобно-височные структуры нарушены, по медицинским показателям. Отсюда и проблемы. А схожи проблемы по всей стране. Мы столкнулись с суровой правдой жизни, когда у нас в документах одно, в регламентах, а в жизни совсем другое. Инклюзивное обучение в школах, чтобы особенным детям было комфортно. Таковы федеральные стандарты обучения, по словам Ирины Волонец. Но в реальности не хватает преподавателей. Искать компромисс – единственный выход. Идти навстречу педагогам, а педагогам – идти навстречу родителям. Вот только вот в этом случае возможно гармоничное понимание друг друга. И в результате вообще что стоит на кону? Это ребенок, его физическое и психическое здоровье. И пока будут подтягивать образование Дениса, в мае ему назначили еще одну комиссию. Педагоги и директор школы сомнились в некоторых деталях документа. Альбина Менебаева, Хринат Сафин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова